Богослови Благослови Благослови Традиционно в день живоначальной Троицы литургию в Назаревском храме возглавляет архимандрит Нестор. Ему сослужили священники благочения, своим пением богослужение украсил местный хор. История, Господь Благослови, сказали Именно со дня Пятидесятницы вновь начинается чтение коленопреклоненных молитв и пение молитвенного обращения к Святому Духу, а также разрешение церковного устава на коленопреклонение. Приезли с высоты святые Твоя Господь, на предстоящие люди Твои очающие, ежа от Тебе богатой милости. Праздник Святой Троицы – торжество всего Назарева. Единственный день в церковном году, когда прихожане и духовенство крестным ходом обходят вокруг всего поселка, неся чтимую икону Святой Живоначальной Троицы. Пресвятая Троица, Боже, нас слава Тебе! Поздравляя прихожан с престольным праздником, помощник благочинного священника Григорий Федотов напомнил, что отмечаемый день рождения церкви стал таковым после сошествия на учеников Христовых Духа Святого. Для нас Дух Святый – это соприсутствие Божие с нами в нашей жизни. Когда с человеком есть Дух Святый, когда действительно он живет благочестиво, старается бороться с страстями, и душа его способна воспринять благодать Божию и Духа Святого. Тогда Господь приходит, и человек становится жилищем Святой Троицы. Свидетельница ярких исторических событий – однокупольная церковь в стиле позднего классицизма, построенная 190 лет назад на средства князя Голицына, была закрыта в конце 1930-х годов. Устроенные здесь при помощи перекрытий три этажа вмещали клуб, почту, комбинат бытового обслуживания, нанесли зданию колоссальный урон. Последние 20 лет церковь находится в состоянии ремонта и реставрации, которые подвигаются небыстро, приход небогатый. Все делается на народные деньги, что кладутся в церковную кружку. Прежнему настоятелю удалось возвести разрушенную богоборческой властью колокольню. Но назначенному полтора месяца назад молодому настоятелю, в воскнику Духовной Академии священнику Илье предстоит сделать немало. Фундамент нужен, крыша нужна. Это тоже все трудоемкое. Нужно теплосеть делать полностью. А в первую очередь у нас сейчас вот эти окна, которые в куполе, в первую очередь мы сейчас будем их менять, потому что находятся, как сами видите, в аварийном состоянии. Не дай бог, если что-то случится, какой-то сильный ветер упадет, натворит много дел. Батюшку во всем поддерживает матушка, жена священника в пятом поколении. Теперь мы потихоньку, даже не потихоньку, стараемся активно возрождать, чтобы люди все друг друга знали, чтобы люди друг с другом общались, чтобы все помогали друг другу. И, вы знаете, очень отзывчивые прихожане оказались. Праздник организован усилиями духовенства, прихожан и руководства поселения. Конечно, финансов на быстрое восстановление храма не хватает. Однако люди ежедневно молятся, чтобы Господь не оставил их в деле храмостроительства. Ему скоро 200 лет, и за это время, конечно, нужно реставрировать. И, конечно, для этого нужны большие финансы. Однако дело воспитания детей здесь почитают наиважнейшим, ведь они подрастут и горы свернут для храма и родины. Потому же возведен приходской центр, где, кроме закона Божьего, воспитанники бесплатно посещают музыкальные школы и кружки. Храм – это, как батюшка тоже сказал, это мой второй дом, потому что дома, когда ты просто так молишься, это какая-то неполнота чувствуется. А в храме, это слова мне описать, это что-то типа пищи невидимой. В храме я тоже очень много друзей обрел. Мне тоже тут очень хорошо, спасибо батюшкам. Они очень хорошие, всегда могу понять, поддержать. В Троицком храме имеются свои святыни, почитаемые иконы, частицы мощей святых и вообще, и место, и храм – свидетели важных событий российской истории. Он находится как бы в стороне от активных туристических маршрутов. А побывать здесь – отличная идея для выходного дня. Ольга Винтер, Одинцовское благочиние, телекомпания Одинцова. Одинцова.